Музыка Когда мне было 9 лет, вот как моему сейчас внуку, я помню, вот в Советском Союзе, мне кажется, вот покупка какой-то новой одежды, это было такое событие замечательное в жизни, наверное, ребенка. Я помню, что 9 лет, я, по-моему, во втором классе, и мне мама покупает там красивый пулловер, красивые какие-то туфли, что такое. Ну, в общем, я, по-моему, пошла вся такая в новом. Училась я в 13-й школе. И вот интересно, что до сих пор помню моя учительница по английскому языку, Валерия Петровна, говорит, Камила, к доске. И говорит, напиши, пожалуйста, по-английски в 9 часов. Я вышла, написала, И она говорит, ну, надо же, какая молодец! А какая сегодня ты красивая! Вот, посмотрите что-то! Я какой-то себя принцессой, царицей, королевной почувствовала в тот день. И я помню, я пришла домой, и маме с папой сказали, я буду учителем, и буду учителем английского языка. На каком-то этапе мой папа, ветеринарный врач, мама была учительницей по истории, и мой папа говорит, Слушай, ты знаешь, я вот выяснил, что есть такой институт иностранных языков Мариса Тереза, и, конечно, есть знаменитый МГУ Ломоносова. Мы иногда говорим вот про то, на каком этапе, интересно, мы приходим вот к состоянию такому, что ты зрелый, что ты развитый, что ты цивилизованный. Мне кажется, как только человек начинает собой заниматься, мне кажется, он к этому этапу приходит, потому что мои родители, они еще в те времена знали, что нужно изучать иностранные языки, что нужно заниматься музыкой, потому что я занималась на фортпиано, моя сестра там на скрипке. У нас с самого начала было интересное дома как бы направление. У нас висела политическая карта мира, и вы знаете, мы все отвечали домашнее задание. Не маме, потому что все считали, что это мама, кто проверял. У нас шестеро детей. Нет. Всегда этим занимался папа. Вот ветеринарный врач, причем он мог, знаете как, мог проверять и английский язык. У младшего самого братишки был французский в школе. Вот. И он и французский проверял. И я в конце концов, да, я попала в Институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Я, мне кажется, не знаю, насколько можно было упорно заниматься, насколько моих мозгов, наверное, хватало. Потому что было такое, что ты сидишь, работаешь над своим произношением. Допустим, в лингвистической лаборатории, и уже, например, в 10 или 11 вечера и к тебе подходят и говорят, девушка, лаборатория закрывается. Вот. Можете идти домой. И то есть я поняла, что такое иностранные языки в Советском Союзе. Это только вот такой искусственный труд, потому что, по сути дела, никаких таких интересных общений, причем, я вам скажу, вот таких, наверное, разрешенных общений, потому что Советский Союз – это цензура. Я так хотела практиковать английский язык. А поскольку рядом еще была гостиница «Россия», то, естественно, иностранцы жили там. И вот я стою обычно, иногда со своей сестренкой, поскольку мы вместе учились, вот, или еще с кем-то, мы стоим возле, так сказать, витрин ГУМа, вот, вот, и я стою, слушаю, когда по-английски кто-то заговорит. А потом я могла просто подойти и сказать, «Could you tell me what time it is now?» Просто скажите, сколько времени. И обязательно все говорили, «А, вы говорите по-английски! Как замечательно! Как вас зовут!» И так далее, и так далее. Где учитесь? Им самим было, видимо, интересно. И я. Ну, надо же, я вот так познакомилась с какими-то американцами. И потом дала адрес своего общежития и сказала, что приходите, приходите. И вы представляете, они, видимо, пришли, когда меня не было. И силу КГПшники стали меня допрашивать, вызывать, что такое. Вот. И, в общем, были даже такие моменты. Когда я прошла стажировку в Великобритании, это еще в Советском Союзе, 90-й год, я просто увидела, что, бог мой, мы, кажется, совершенно не то даем образование. Я даже не знаю, на каком этапе я прознала про критическое мышление. Потому что меня поражает то, что, оказывается, в Советском Союзе я очень любила, любила все то, что заставляло тебя думать. И я выбирала учебники именно по вот этим критериям, потому что заставлять думать, размышлять – это и есть критическое мышление. И я решила, что хочу другое заведение, хочу сделать выпускников вуза успешными. Я поэтому вот этот университет создавала. И когда я увидела, что, кажется, мы на правильном пути, вот, я подумала, как здорово, нужно бы побольше. Я попыталась с европейцами поговорить, как-то вот я такого большого энтузиазма не увидела. Когда я пошла в посольство, это было так называемое посольство Соединенных Штатов Америки, потому что оно стало посольством чуть позже. И там мне дали целый список каких-то колледжей, каких-то университетов американских. Я обожаю студентов, потому что это, вы знаете, это такой замечательный слой взрослого населения, который еще очень чист, который еще не натворил, не наврал, не наделал чего-то. И я очень люблю, потому что, мне кажется, с ними очень легко иметь дело. Когда мы говорим о критическом мышлении, человек должен быть свободен. Я, когда была министром, когда я однажды зашла на урок, ну, что там однажды, много раз, вот студенты, ученики сидят вот так. И я думаю, когда их учат вот сидеть вот так, поднимать руку вот так, вставать тоже вот так, я думаю, он мыслить не может. Потому что, понимаете, человек, чтобы мыслить, он, может быть, должен сидеть на полу, он, может быть, должен сидеть на том столе. Вот если ему удобно вот так соображать и думать, он, значит, должен попасть вот в эту ситуацию. Я сегодня тоже думаю, что вот желательно бы, чтобы руководители страны, вот желательно, чтобы преподаватели, студенты, кажется, мы должны быть слугами, понимаете, мы должны служить студенту, мы должны спрашивать, что еще, вот чтобы вам было хорошо учиться, чтобы вы хотели учиться, чтобы вы никогда не останавливались в этом деле, потому что все-таки учиться нужно на протяжении всей жизни. И вот я хочу сделать отдельный университет. И уже два раза слетала вот в США безрезультатно. Мне все говорят, Камила, я была деканом вот этого маленького факультета. Как-то вот я так поняла, что им бы хотелось сказать, Камила, вот ты бросишься в офис вице-президента США, а я просто декан. Но я же уверена, я же уверена, что так нужно делать. И вот я, так сказать, со студентами договариваюсь, что я с ними лечу в Канзас-Сити, вот, и что я не буду на соревнованиях. Я сказала, что я вам пожелаю всего хорошего, но мне нужно лететь в Вашингтон. Перед этим я договорилась с нашим послом, как этим Абдресаевым, что я, наверное, остановлюсь в гостинице. Вот, знаете, вот в самом посольстве на последнем этаже одна или две какие-то комнаты были. Вот. И там можно было это, спать. Я говорю, у меня денег нет. Я лечу, так сказать, у меня предлог вот такой, но мне нужно очень попасть. На утро, я помню, мне сказал наш посол, что Камила нет, не получается. Потом я пошла в госдепартамент встретиться со своим, кто там, куратор или что-то такое вот было. И он тоже. И я опять, вы знаете, в очередной раз вот такой увидел. Ну, Камила, они же очень вежливые, но это невозможно. И вот все, кажется, все последние нет, я услышала, пришла в посольство. Мне нужно было улетать на следующий день в пять вечера, кажется. И я стала звонить по телефону, по телефону офиса Альберта Гора. И вы знаете, там отвечает автоответчик. А я, услышав ответ там, так сказать, автоответчика, я стала рассказывать свою историю. Я приехала из Киргизстана. Киргизстана. Я делаю вот это, вот это. Я приехала со своими студентами. И студенты делают такие замечательные проекты. Вы, кстати, знаете про это движение, студенты в свободном предпринимательстве? И я стала рассказывать про проекты. Там про парочку рассказала и что-то положила, потому что как бы я еще, видимо, осознавала там, что это автоответчик. А потом я думаю, нет, я не дорассказала. Я набираю опять и опять рассказываю следующие опять проекты. И потом я точно не помню, три или четыре раза я звонила, потому что на последний раз я дорассказала все, что могла дорассказать. Я стала благодарить и вице-президента, и Соединенные Штаты Америки. Я всех стала благодарить, а потом я расплакалась, потому что мне стало жаль себя. Я стала говорить, что я не знаю, найду ли я еще деньги, чтобы сюда приехать. Но так нам это нужно. Кыргызстану этот американский университет нужен, иначе я не знаю, я не вижу, как мы можем развиваться. Через пару часов звонок из Госдепа в посольство вызывают меня. Мы пришли в офис, сидят трое мужчин, молодых мужчин, потому что они каждый там представились, или я по визиткам поняла. Пускать, это офис вице-президента США, и я начала рассказывать. И я рассказываю, рассказываю. Вот все эти три джентльмена молчат. Потом, когда я, мне показалось, я все рассказала, я сказала, ну что же, джентльмены, ваши вопросы. Тишина. Но они так улыбаются, вот, и я так чувствую, что я им понравилась. Интересно, что дальше происходит. я иду в госдепартамент, и мне там, что вы говорите, вы знаете, что говорят, Камила, на инаугурацию университета к тебе приедет Химри Клинтон. Я просто, ну, представляете, я понимаю, что я успешно все провела. Я поняла, что мы получили согласие, то есть Америка будет помогать. Когда людям рассказывала об этом разговоре с автоответчиком, я раньше почему-то рассказывала больше склоняясь к тому, что они пожалели меня, посочувствовали и пригласили. А потом я поняла, это же мои гениальные студенты, если бы не креативные проекты моих студентов и САИФ, этого университета бы не было. То есть самое основное, что произошло, это мы сумели уже вырастить вот таких замечательных студентов. А потом уже было более-менее легко. Мне сказали, что очень хорошо встретиться с Джорджем Соросом, мне нужна была финансовая помощь для студентов. И в Нью-Йорке произошла эта встреча, я поняла, что Джорджу Соросу мы тоже очень понравились. И все, и потом началась работа. Сложности какие-то были, все, но сегодня университет стоит, и мне нравится, что мы успели с Джоном О'Киффом, таким послом Соединенных Штатов в Кыргызстане, еще добыть деньги. Он 10 миллионов долларов получил от правительства США. Я слетала, когда была министром образования, на завтрак Джорджу Соросу, и дальше мы 15 миллионов оставили в фонде Индианского университета, и каждый аутца получает, кроме, наверное, всякой другой помощи, естественно, то, что мы называем, я не знаю, будем говорить, бюджетными деньгами, но это деньги, которые получаются, деньги, которые находятся в депозите. Мне кажется, как здорово, что этот университет появился, потому что я вижу, что есть уже новое поколение молодых людей, причем они вместе, те, кто учился в Турции, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, не обязательно через аутца, через другие вузы, понимаете, они сегодня составляют вот это новый слой, который должен бы прийти к власти, который должен бы построить эту нашу новую реальность, наше новое свободное общество. И вот мне хотелось бы, чтобы они стали более действенными, более эффективными, и кажется, я ставлю какие-то перед собой амбициозные планы именно в связи с этим. В 2001 году мне предложили стать министром образования и культуры, и надо сказать, что очень долго я пыталась узнать побольше о всей системе образования. Изучив это все, потом прослушав какие-то просьбы от, например, депутатов Джорг Кукиниш, я помню для себя почему-то услышала настойчивое от депутата Аксийского района, вот, пожалуйста, дайте квоту для поступления на бюджетные места, а их было около 3 300 или 3 500 в то время, и я подумала, если квоты раздать депутатам, то тогда они станут царями, ханами в своем районе. А не лучше ли нам создать такой единый экзамен, вот, который бы определил, кто может учиться в вузах, а кто не может? И поскольку уже состояние особенно деревенских школ или школ малых городов было тяжелое или шло по наклонной плоскости, то мы решили, что давайте научимся создавать тесты, но по науке. Мы решили создать вот такой тест, чтобы он включал в себе вербальный компонент и логико-математический компонент, и так, чтобы конкурс для малых городов был один, для деревень был другой, а у Бишкека свой, потому что мы знали о неравном состоянии образования во всех этих районах страны. И вы знаете, это было такое вот счастье потом видеть родителей или тех студентов, которые поступили через ОРТ вузы, потому что это уже пахло цивилизацией. Мы как раз стараемся создавать вот уже второй вуз в городе Токмок, который работает со студентами так, чтобы он мог владеть иностранными языками, чтобы это был такой свободный гражданин. И в этом смысле задача была тяжелее, потому что мы имеем дело с региональными студентами, но мы увидели, что в атмосфере академической свободы, академической честности, этого критического мышления можно добиться великолепных результатов. Мне нравится, что я уже со своей командой сегодня работаю над тем, чтобы создать какой-то, мне кажется, это будет такой эксклюзивный учебный комплекс в селе Мады Ожской области, потому что если мы здесь хотим сейчас город Токмак превратить в академический город, и скоро начнет строительство кампуса Международного университета Центральной Азии, я надеюсь, что скоро и это будет каким-то образом может быть вперед выдвигать город Токмак, вот мы хотим теперь со своими коллегами, с моими уже помощниками сегодня создать этот учебный комплекс, начиная от раннего развития от одного до трех лет детей, потом дошкольного, потом школьного, потом профессионально-технического образования и университета вот в вот в этой деревне Мады и превратить эту, так сказать, этот городок, вот, мне кажется, в образцовый городок, который будет иметь учебный комплекс под названием Международный университет Ферганской долины, и он станет центром для Ферганской долины и для решения ее проблем, потому что ничего не может быть выше, чем образование и культура народа. Редактор субтитров